Ребята, всем привет, всем привет! Я рада вас приветствовать на онлайн-выставке ЭМИ. Мы продолжаем традиционно встречаться, делиться знаниями, делиться энергией. Неустанно повторять, что вы самая классная, лояльная, творческая и активная аудитория. Сегодня мой мастер-класс «Дерзкий дизайн для Хэллоуин». Сразу скажу, варианты, возможно, будут нестандартные. Я не очень люблю все эти тыковки, шляпочки. Будут отсылки и к традиционной атрибутике, чтобы вообще можно было узнать, по какому случаю выполнить дизайн. Но варианты будут, возможно, необычные. Я люблю дизайны, которые можно сделать быстро, но выглядят они эффектно. Поэтому все варианты будут скоростные, которые можно сделать буквально за 20 минут на все 10 ногтей. Задавайте свои вопросы в чате, будьте активными. Задавайте вопросы после мастер-класса, мы с удовольствием на них будем отвечать. Ну что, поехали! Ну что, начнем наш мастер-класс. Мне, когда сказали, что у меня тема будет тематическая, посвящена Хэллоуину, я перешерстила все декорации, которые можно использовать к этой тематике. И поняла, что очень много декораций подходит у нас к теме Хэллоуина. Поэтому я буду сегодня некоторые использовать, но вы можете их легко заменять другими, какие у вас есть, либо докупить на Эми Шоп. Очень много. Во-первых, мои любимые. Это Крейзи. Они 3D. Это Нел Круст бесподобный просто. Вот просто посмотрите на них. Это чистый Хэллоуин. Крейзи это уж точно крейзи. Вы просто берете любой вариант из этого Нел Круста, и у вас получается уже тематический дизайн к Хэллоуину. Почему бы и нет? Дальше. Total Black. Тоже они 5D объемные. Тоже очень такие вот странные, даже немножко жутковатые. Очень хорошо подходят к этой тематике. Fusion, да? Казалось бы, бабочки, цветочки. Но вот посмотрите, например, на эту барышню. Вот просто проклятие монахини. Честное слово. Просто клеите на любой оттенок. Хотите оранжевый, пожалуйста, черный. Дорисовываете потеки крови, рисуете крест. Все, пожалуйста, Хэллоуин. Я не очень люблю стандартное прочтение дизайнов к Хэллоуину. Тыковки, шляпочки. Вот это все вообще не моя история. Мне не нравится. Это уже, мне кажется, так наелись. Хотите эту тематику, просто возвращайтесь к прошлому году в любом аккаунте. Пожалуйста, вам дизайн. У нас сегодня будут немножко сумасшедшие дизайны. Но все-таки будет понятно, что это Хэллоуин. Дальше, что у нас еще может быть? Дудлы, пожалуйста. Но его уже нет в наличии. Если у кого-то есть на остатках, можете их использовать. Там и змеи, тоже и сетки, и там и смайлы с потеками, и все на свете. Там, по-моему, есть даже ангел с автоматом. Тоже прикольно. На него там тоже брызги крови, сетку, паутину. И все идеально подходит к Хэллоуину. Дальше. Газетный принт. Вот эту барышню вам покажу, как я ее обыграла к Хэллоуину. И там еще лицо, оно просто сюда не попало. Тоже круто. У меня просто закончился этот адрес. Но если у нас есть, можете его использовать. Гранж вообще просто very, very, very good. Я буду сегодня его использовать. Поэтому посмотрите, как можно его обыграть к Хэллоуину. Так, ну что ж, покажу вам, какие дизайны я приготовила. И, конечно же, коллекция Lost in Time. Почти все цвета подходят. Я буду использовать красный. Я буду использовать... Красный я буду использовать Ferrari Red. Это мой любимый цвет. Этот цвет, я считаю, просто цвет Хэллоуина. Оранжевый я не люблю. Если вы хотите в оранжевом исполнении дизайна Хэллоуина, пожалуйста, возьмите 392. Второй оттенок. Классный, прикольный кирпично-оранжевый цвет. Хотите чуть поярче, можете взять из классической коллекции. Там 004. Тоже очень крутой цвет. И 393 я тоже буду использовать. Мне почему-то очень нравится на нем дизайн. Вот я буду делать сетку рваную. Кстати, стемпинг новая пластина. Это рваная сетка. Это просто чистый Хэллоуин. Даже просто берете оттенок. Нравится оранжевый? Ок. Берете оранжевый, делаете на нему эту рваную сетку. Сверху сажаете паука. Все, дизайн готов. Просто это будет прикольно. Единственное, что я вам рекомендую уходить. Пожалуйста, уходите от старого формата компонента. Установки дизайнов. Не делайте эти два пальца. Уже просто невыносимо на них смотреть. Я думаю, что уже все вы от этого ушли. Но если кто-то еще не ушел, пожалуйста, не делайте по два пальца. Особенно на двух руках. Однако это просто не тренд. Совсем уже не тренд. Сейчас какие тренды расположения дизайнов? Это либо вообще в разброс, либо на всех ногтях идентичны, либо на всех ногтях разные, но очень много. То есть, если вы любите минимализм, и вы хотите как-то подчеркнуть, да, то, что у вас тематический дизайн хэллоуину, делайте на всех ногтях сетку, и на одном пальце, например, на указательном, и на другой рынке, на большом сажайте паука. Это будет прикольно. Принт. Любой принт с расположением на всех десяти ногтях одинаковый, это тренд. Это прикольно, это смотрится стильно, это всегда актуально. По одному, по два ногтя, все, уже не делаем. Так, и дальше что я приготовила для вас? Я приготовила вот такие дизайны. Кому-то может показаться слишком экстравагантными. Опять-таки сразу говорю, цепочка, которая у нас здесь присутствует, это Алиэкспресс. Я заказывала еще на Шейн. Сейчас там уже нельзя проводить оплату, поэтому на Алиэкспресс тоже есть. Просто набираете цепочка для ногтей. Именно почему? Потому что они гладкие и не цепляются. Я сама несколько раз, кто следит за мной в инстаграм, я сама, сорян за грязную подставочку, она у меня очень рабочая, но удобно то, что она магнитная полностью. Я сама носила несколько раз, вот несколько раз подряд, прям делала себе на, здесь полно безымянным, здесь на указательном. У меня были черные ногти внутри блестящие, кто помнит, и полностью вот так по кругу цепочка. Вот здесь ее можно отрезать просто, отрезать, стык запаять гелем жидкие камни. Ну, я вам покажу, как сажать цепочку на жидкие камни. Запаять стык жидкими камнями и будет носиться месяц. Вообще она, во-первых, держится круто. Во-вторых, она гладкая. Просто, если возьмете любую другую цепочку, она может цепляться. Для ногтей она гладенькая, она идет в таких коробочках, могут быть разные, из них разных цветов. Единственный минус, что в каждой ячейке разный цвет. Вот красная одна была, черная одна. Вот, мне нужно показать вам сегодня дизайн. Красная уже нет, но я использую темную. Тоже будет смотреться прикольнее. Вообще такие разные штуки, это сейчас тренд, как бы вы не отнекивались и не хотели это принимать. Да, это прикольно сейчас. Если не нравится, можно ее убрать в этом дизайне, но в ней весь прикол. И даже то, что она висит, я, например, ходила вот второй раз с висячей, у меня это было прям просто антистресс. Я думала, что я ее срежу к вечеру, но проходила три дня вообще абсолютно спокойно. Дальше просто посмотрите вот этот, например, дизайн. Здесь нет ничего абсолютно сложного. Это, кстати, вот газетный принт я здесь использовала. Это барышня. Я ее чуть-чуть разнесла полупрозрачным, по-моему, джемте. Я вот здесь, ну, можно просто белый с т-клосом смешать, и как будто это вот привидение, да, или как будто вот какой-то вот такой элемент воздушный. Просто эмпастой по матовому топу нарисовала крест. Паука. Паука потом джемте. Гелем вообще скажу сразу, что каждый уважающий себя мастер должен иметь у себя в наличии набор джемте гель. Это просто нечто. Вот здесь тоже потеки крови, вот эти объемные, это чистый джемте гель. Это просто the best of the best. Здесь у нас как раз-таки из Nell Crust Crazy, клоуну, все милаха просто невероятный. Ничего абсолютно сложно, но сразу видно, что это хелло. Здесь у нас тоже из этого же Nell Dress губки. Я просто к ним подрисовала клычки. Видите? Просто подрисовала клыки. Здесь еще розовые, но красные как-то посочнее. Написала Halloween импастой помадом, добавила крест. Все, пожалуйста, вот тебе кошмар. Кошмарный. Тоже глазик, милашка, мне нравится. Почему нет? Череп в кепке. Ну, то есть полностью этот Nell Dress, это Halloween. Пожалуйста, пользуйтесь и благодарите. Здесь я вот тоже клоуна использовала с этой же декорации. Потом сделала жгутики такие объемные с помощью акригеля и тоже джемтигелем красным их обрисовала. Уже такой чупа-чупс на хвы. И вот такой более классический вариант сеткой как раз-таки нарисовала летучую мышь, просто ее очертания. Вот еще момент какой. Не в тренде сейчас прорисовка на ногтях. Не старайтесь нарисовать. Вот можно было нарисовать мышь, прорисовать там ей глаза, что-то там, лапки. Это вообще сейчас не актуально. Просто очертания, силуэт. Понятно, что это летучая мышь. Ок, все, больше ничего не нужно. Это такой нестандартный вариант. Можно его сделать просто на оранжевом фоне или оранжевые эти потеки или красные. Ну, просто кто-то может не любит красные-зеленые оттенки, что-то более экстра. Тоже сетка. Это вообще-то просто безумно классная. Вот, кстати, вот барышня, вторая, которая из газетного принта цветного. Я просто и дорисовала волосы, приклеила ей сороконожку на лицо. Можно паука туда посадить, прямо вот такого объемного будет вообще жуть. И нарисовала ей тоже кровь, джентгель. Потому что можно, в принципе, любую декорацию посмотреть и обыграть к этому празднику. Ну, смотрится уже нестандартно. И есть, да, вот как-то глаз притягивается. Хочется рассматривать. Ну что, поехали. Так, здесь у меня уже покрытые типсы, заранее подготовленные. Я вам покажу три варианта, чтобы пробовали разные техники. Вот покажу такой вариант с цепочкой. Вот такой вариант с nail dress и M-pasta по матовому топу и сеткой stamping. Решила я заменить цвет на здесь, где stamping, сделать в 392-е, чтобы вы посмотрели, как это будет выглядеть на оранжевом классическом, да, хэллоуинском цвете. И вот на зеленом вы уже видите, можете выглядеть. Даже на красном будет прикольно, но вот на оранжевом будет, наверное, все-таки поинтереснее. Ну что, поехали? Давайте сначала сделаем основу. Будем параллельно делать три типса. На этих двух вариантах у меня декорация приклеена. То есть, соответственно, первым делом, что я делаю, наношу слайдер топ. И так как у меня декорация приклеена только в центре, я не буду наносить на весь ноготь, да, смысла нет утолщать архитектуру. Я нанесу точечно там, где у меня есть рисунок. И вот здесь у меня еще есть белая подложка. Можно, в принципе, взять сразу белый лотос 001, разбавить его чуть стеклосом и сделать ее неяркую, сразу вот свести на нет. Мы берем палитру герлак 001 Теклос. Рядышком каплю ставим рабочие кисти. Какими я работаю вообще, какие обязательно должны быть у вас в наличии для дизайна самые необходимые. Злокотолок и прямо отметил. Линеарная 50, может быть, белая синтетика, какой вам удобнее. Я, между прочим, вот как-то раньше работала белой, потом перешла почему-то на темную. Не знаю, мне она стала больше нравится. Обязательно тонкая линеарка какая-то, одна из, идеальный мазок, это идеальная кисть для выкладки джеймси. Вот все, что объемное, вот здесь, и капли там, и жук этот, который объемный, все делается вот кистью мазок. Это незаменимо. Линеаркой выкладывать джеймси неудобно, он густой, тянется, кисть заламывается и вообще портится. Линеарка это вот только для таких, каких-то вот тоненьких прорисовок. Дальше это лепесток номер один, вот малюсенький вот этот, он тоже очень удобный для мазковой техники каких-то рисунков, тоже для каких-то там элементов и овал номер 4. Не шесть, шестерку, я больше для прокрытия использую. Овал номер 4, он идет вот как раз-таки у меня таких элементов. И сейчас я буду подложку делать под рисунок как раз-таки овалом номер 4. Вот так чуть разбавить. чтобы это не было пятном. Можно даже еще чуть-чуть. Такой полупрозрачный свет. Можно еще сильнее разбавить, но я думаю, это будет. Нам подложка надо для того, чтобы рисунок более яркий был. И я делаю ее вот такими небрежными движениями. Не нужно там ее как-то вырисовывать суперидеально. Вообще чем небрежнее, тем интереснее дизайн. Какие-то такие московые движения. Старайтесь прям вот прорисовать. Все, сушим. Сушим и уже потом покрываем слайдер. Здесь сразу под декорацию вот клоуна я уже использовала. Возьму вот второго клоуна, тоже милашка. симпатяшка. Просто чистый хэллоуин. Этот nail crust crazy это просто вообще находка. Не считаю. И наносим точечно очень тоненьким слоем только там, где у меня будет нандрес. И здесь у меня тоже подсохла моя подложка. Тоненько наношу слайдер топ. Очень тоненько. Нам слайдер для того, чтобы приклеить декорацию. Не заливайте, наносите толсто. Иначе это все потом слоями накладывается и в итоге получается такая вот корявая неровная архитектура. Здесь у нас первым этапом идет сетка стемпинг. Потеряла где я положила. стемпинг. Пару правил сразу работы с темпингом. Делаем все быстро. Отпечатываем перекатом. Переносим на ноготь очень быстро. Сразу все подготовить. У меня скотч висит обычный самый на столе. Чтобы снимать штампа лак. У меня лежит сразу салфетка влажная и удобно протирать гид-ремовер. То есть для снятия жидкости лака и гид-лака чтобы протирать пластину и протирать шпателек. Вот он у меня такой уже рабочий. У вас может быть любой другой прозрачный. Если потерялся шпателек просто какую-нибудь карточку пластиковых наружу не пользуйтесь. Я думаю что она у каждого должна найтись. Так берем лак черный для стемпинга. Не забываем что лак мы можем разбавлять жидкостью. Если он чуть загустел или его осталось мало уже неудобно им работать просто пару капель добавляем разбавителя. Я уже свой добавляла в свой. Там практически вообще не было пару капель капнула и можно еще долго им работать. Делаем основу сеточку. Очень быстро наносим. То есть так здесь ложится очень тонкий слой очень быстро засыхает. Можно просто не успеть отпечатать. Чуть чуть завозились все уже засохло. И наносим вот так на одну часть потому что мы шпателем разносим на вторую то есть не нужно полностью. Перекатом отпечатали очень быстро переносим на ноготь. Вот не хватило ничего страшного у меня кусок от другого так как такая абстракционная композиция можно вообще не париться. Видите у меня отпечатался следующий узор вообще ничего страшного либо вы хотите если этот же продолжить прям это принципиально для вас важно протираете наносите еще раз и кусочек отпечатать есть уже прикольно мне уже нравится плюс у меня же длинный типс вы не всегда будете делать такие очень длинные здесь у нас готово здесь у нас слайдер топ просох и дальше мы приклеиваем декорацию вырезаем нужный элемент меняет оклон у вас любой другой берем пинцет тоже рабочий он у меня не презентабельный размачиваем на адрес водички не стоит кружка рядом поэтому я вам не буду показывать в камеру так размочили водички лучше в теплой быстрее размачивается в теплую воду если прям она такая горяченькая вы окунули буквально 5 секунд посчитали и на адрес уже у вас размочилась в холодной чуть подольше приклеиваем в нел крусти crazy у него есть подложка белая то есть под него нам не нужно белую подложку делать видите она очень плотная и даже на черном фоне смотрится ярко здесь мы сделали почему подложку потому что мы будем использовать мы будем использовать гранж номер 69 на адрес и у этого на адрес у него есть подложка то есть они полностью прозрачные но она не плотная так как здесь он плотный он же прям вот объемный поэтому у него такая плотная подложка здесь нет если бы мы не нанесли подложку например на черном все он сразу пропадет сюда мы можем позволить себе полупрозрачный потому что не черный а красный фон так и выбираем кого мы используем то есть здесь у меня это из газетного принта то есть из этого тоже можно использовать здесь очень крутые для хэллоуина варианты вот это да посмотрите на нее просто ужас вот это личико да тут тоже можно кровочку нарисовать потек будет вообще кайф товарищ да тоже очень странный половина статуи половина человек вот девушка очень мне нравится вот тут уже даже вот ну сразу вот ну то есть они вот любую какую не возьми они все чуть-чуть жутковаты поэтому любую можно использовать мне почему-то очень нравится вот это ну тут синие у нее элемент как бы мне красным вроде ни к силу ни к городу но я думаю он сейчас потеряется на красном не будет такой яркий как здесь поэтому я все-таки его использую опять-таки размачиваем размачиваем и приклеиваем да у меня холодная вода уже остыла пока я тут готовилась собиралась потом чуть подольше мне приходится размачивать горячее это все очень быстро сработать искренне лучше горячую задвинули приложили вот она моя барышня ну да синим так потерялась это пятнышко не так уж прям его очень видно чуть-чуть подрастянуть мне почему-то хочется шире вот так если вы работаете в перчатках то видите я прям просто перчатками разглаживаю нужно все обязательно складочки разгладить убрать если работаете без перчаток то пожалуйста не ручками а апельсиновой палочкой тогда мы это делаем дальше следующий этап это у нас ультрабонд обязательные условия для работы с налдрессами налкрустами все что на пленке все рисунки которые на пленке кроме шермякова конечно же обрабатываем ультрабонд у меня все дизайны матовые вы можете делать глянцевый почему делаю матовым всегда вот девочки всегда когда это камера это съемка в онлайн уроках на выставке где угодно когда присутствует камера свет еще у меня здесь лампа круглая у меня круглая лампа на штативе стоит чтобы было больше света вам было хорошо видно если это будет глянцевое покрытие то есть вот даже вот здесь смотрите вот все бликует сейчас я покрою матовым сразу будет вам виднее если сравнить вот эти и вот эти потому что всегда когда камера комфортнее вам для восприятия видеть их матовым именно поэтому чаще всего дизайна в матовом цвете делается так дальше что у нас у нас закрепление если вы работаете с клиентом то на адресы и вообще если мы планируем покрытие матовым вельвет топ гель обязательно наносим слайдер топ слайдер топом лучше носится вельветовый топ то есть нанесли полностью на ноготь просушили минуту нанесли вельвет просушили 3 минуты матовый топ чем дольше вы сушите тем лучше выносить у меня так как я не буду моим типсом не ходить месяц с матовым топом поэтому я сразу буду покрывать матовым если на клиенте то сначала слайдером и этот тоже то есть я все сейчас три дизайна покрываю матовым топом это может быть глянцевым если глянцевым то слайдер топом покрываем только сам узор но объемный очень-очень аккуратно прям тоненько что мы делаем с нелкрустом в данном случае это объемный у меня дизайн покрываем полностью его затем берем кисть овал или лепесток и снимаем с объемных частей излишки топа иначе он будет как такой слитой и сушим так дальше здесь мы тоже покрываем матовым не наливайте много матового топа но и не продирайте иначе вот полоски разводы таким вот укрывочным средним слоем если работаете на клиенте обязательно торцы и обязательно слайдер топом перед матовым и сеточку тоже здесь у нас все уже выполнено эмпаста и джемте гелем когда работаете матовым и слайдером по слаку то есть по стемпингу обязательно даем рисунку то есть отпечатки наши просохнуть хотя бы там 2-3 минутки не покрываем лак должен хорошо просохнуть иначе слайдер топлемат и начнет его подтягивать может размазать ну что берем нашу девчулю и у нас здесь паук и крест конечно же это эмпаста черная смола и ой почему нету эмпаста эмпаста черная смола и джемте гель черный из классической коллекции это вообще вот самый наверное вот мне кажется недооцененные материалы это джемте гель текстон и жидкий камень почему-то вот почему-то джемте все воспринимают что это там фрукты цветочки ими делают вообще это такой крутой материал я вот сейчас увлекаюсь объемными там всякие треш дизайнами я без них вообще не могу жить классический набор эмпаст их можно все между собой смешивать это очень удобно плюс я делаю дизайны и смешиваю джемте гель с эмпастой закладочки эмпаста тоже вот классический набор пасты классический набор джемте геля один к одному смешиваю джемте и ну вот например у меня дизайн на руках не знаю показывать вам не показывать сейчас я отрежу отрежу кусок перчатки покажу вам все-таки у меня правда они уже изношенный не обессудьте уже три недели почти прошло вот такая вот как ее называть жгутик такой полосочка на мне на всех ногтях очень удобно делать когда смешана эмпаста джемте гелем потому что чистый джемте он очень густой он тянется и вот такие вот например штуки абстракционные мне очень удобно когда быстро ты берешь вот так раз и как получилось так и оставил когда мы добавляем эмпасту становится консистенция идеальная и при этом хорошо просыхает то есть чистая эмпаста она жидковата и если ее прям в толстый слой положить она не может не просохнуть джемте с эмпастой все вот любой цвет эмпасты и любой цвет джемте между собой смешивать и можно вот такие крутые всякие штуки делать жидкие камни вообще вот я буду крепить цепочку на жидкие камни самый крутой материал для прикрепления как раз таки вот таких объемных элементов это жидкие камни но у него есть одна неприятная один неприятный момент то что есть липкий слой поэтому мы когда приклеиваем сажаем цепочку либо какой-то объемный элемент сушим и затем теклосом проходим тоненькой кисточкой по ободочку и все и даже не нужно снимать липкость и конечно же текстон это вообще моя любовь любовная любовь сейчас в тренде так здесь у меня тоже все высохло достаем теперь мы берем черную пасту кисть теперь уже линеарную 5 дробь 0 или белую или темную синтетику я такая прилежная вот при вас тут обратной стороной кисти на самом деле просто рабочей стороной это обычно делаю хотя вот не рекомендую кисти портятся от этого опять-таки если паста у вас густая стала со временем можно разбавлять ее для удобства работы теклосом но ни в коем случае не слайдер топом не базой почему потому что они имеют липкость остаточную принцип работы с инфастой вообще по топу любыми объемными какими-то материалами фишка краски в том что они не имеют липкость так ну что ж рисуем крест чтобы крест не был похож на плюс мы поперечную линию рисуем не посередине где-то вот одна треть сушим немножко и начинаем рисовать паучку переворачиваем типс также можем перейти ручку клиента паучок у нас имеет очень маленькую головку и объемную тельце чтобы паучок был похож на паучка и на просто какую-то бесформенную кляксу соблюдаем эти правила вообще они абсолютно разных могут быть размеров и форм хочется чего-то другого просто гуглим и срисовываем переворачиваем обратно передние лапки у него очень длинные тоненькие и они смотрят вперед остальные смотрят вниз опять-таки нам не нужна какая-то детальная прорисовка нам нужно чтобы паук был просто похож даже издалека на паука и все все закончили дальше у нас последний элемент в этом дизайне тут я уже беру кисть мазок идеальный мазок номер 0 и GMT черный господи я просто обожаю этот материал я почему-то как-то вот только его распробовала что ли тут у меня очень мало его как раз таки только на одного моего паучка и выкладываем на спинку неудобно я взяла ничего ведь он густенький для таких больших каких-то элементов тут же можно было его смешать с импостой же ну так как мне нужно просто вот объем поэтому я не буду париться все и сразу мой паучок как будто бы вот ожил сушим GMT 2-3 минуты если лампа новая то достаточно двух минут если уже поработавшую хочу закончить моего милашку клоуна и мы здесь уже берем GMT чистый красный можем его смешать чуть-чуть с красной импостой если неудобно но мне вот именно в этом дизайне нравится прозрачность как будто вот правда это кровь то что если смешать сам пасты он станет по плотнее то есть по насыщеннее не хочу я этого делать поэтому просто чистыми здесь у нас уже просох и принцип принцип работы с каплями и кляксами здесь можно двумя кистями поработать если неудобно потому что сейчас начну набирать смотрите вот линеарной кистью тянется кисть заламывается можно взять сначала мазок номер 0 им поудобнее будет берем каплю нужно быть очень объемная большая ставим эту капельку на поверхность полностью снимаем ее с кисти вот так формируя такой вот кружок прям не размазывая ни в коем случае вот такой кружочек и затем уже берем линеарку имитируем подтек просто берем капу-то тянем к основанию и вот тогда у нас получается как будто бы вы правда она нас с него вытекла чуть-чуть подсушиваем это у нас такая основная капля и потом еще такие вот маленькие нарисуем здесь уже можно просто линеаркой без маска и дальше уже добавляем маленькие капельки и какой он густенький тоже вот так сначала нужно снять кляксы точно также рисуются сначала нужно снять с кисти да а потом из этой капли из два кружочка вытянуть вот так когда это прям вот что нужно еще рядышком вот здесь маленькую и чуть-чуть основания чтобы было видно что вот напрям отсюда вытекает жуть прелесть все просушиваем сейчас будем крепить цепь сразу говорю мне не очень удобно это делать держать мне нужно типс еще и приклеивать цепь когда у вас обе руки свободны вы это делаете на клиенте это конечно удобно так меня вот то что осталось она на самом деле синяя ну да бог с ними главное показать систему как я приклеить джемте гель да тоже мой джемте господи жидкие камни крутая штука густой в любую высоту ложится классный на него сажать объемный элемент минус конечно то что липкий слой но ничего можно обезжиривать и так вас сверху покрывает если это допустим вы иммунитируете жидкий камень теперь нам понадобится опять таки мазок и сначала мы бы крат выкладываем жидкий камень зону кутикул вот сюда небольшим слоем так что то мне не было такого что мы нажали на цепочку и все вылезло и потекло и так что мы возьмем не больше и так вот тут уже много чуть-чуть приближу и мы теперь раскладываем берем пополам цепочку берем ее плоско и прикладываем к поверхности она очень мягкая поэтому она сама форму занимают кутикулы и сушим ланды это еще не сделаем это образцы чуть-чуть просушили все вы даже так можно оставить даже так прикольно так и теперь сначала одну сторону боковую помним что не жирным слоем вот так сушим можно вот так просто боком пальчик положить выложите на прекрасно держится лампу с лампы снять дно прихватить если это на клиенте и потом клиент уже спокойно лампы досушит так и здесь у нас останется им пасты летучая мышь паук паук принципе тот же самый здесь у меня просто на него на спинке стразик можно любой если это у нас оранжевая мне даже синий нравится но он просто слишком большой поэтому можно абсолютно любой можно голографик просто белый все здесь у нас просохло смыть ничего не вылезло чистый абсолютно гипс да это хорошо что не вылезло то что это некрасиво нажима тавайте матовую поверхность и и вторую часть тоже прокрываем темная тоже прикольно смотрится красная чуть поярче синяя поспокойнее и вот так тоже выложили бочком повернули просушили даже так просто мне нравится знаете что я не знаю если есть наличие если если нет то если у вас есть в остатках вот стекло на груз вот эти штучки тоже очень круто смотрятся можно вот сюда место креста например вот такой красный крест вот сюда тоже было прикольно но то есть холым это в принципе такое что-то на ляписто нестандартное странное поэтому можно использовать все здесь можно либо обрезать и стык запаять опять такими камнями либо оставить весельки мне весельки нравится так и здесь просто рисуем летучую мышь я думаю будем паучка мы его уже рисовали поэтому по той же самой схеме можно добавить его и сюда не могу найти кистью кистью что происходит нашла все опять таки летучая мышь у нее очень маленькая тельц если соблюдать или пропорции она будет у вас похоже на настоящую прорисовка ника не нужна маленькая головка вот такие вот как будто бы маленькие усики то у нее рожки на самом деле вот так тельца продляем из тельца вниз лапки все это тело и лучше дальше идут только крылья сейчас еще добавлю и крылья у летучей мыши очень большие то есть у него очень маленькая тельца и большие тоже можете просто яндекс google картинках открыть рисунок летучей мыши и срисовать вот именно силуэт крыльев все и уже здесь заполняем то есть сначала рисун контур потом заполняем его цветом здесь крыло она имеет такой острый изгиб вот здесь более мягкий пусть у нас одно крыло полностью видно а другое прячется за кадр и здесь у нас только чуть-чуть совсем его видно что упрощает конечно же нам задачу не нужно идентично рисовать а второе крыло если уж хотите можно паучка тоже посадить так как у нас черный фон можете его потом там сделать золотым можете на него поставить страз короче как-то его обыграть даже просто черным силуэтный будет понятно смотреться потому что у нас фон матовый рисунок глянцевый паук у нас почти размера летучая мышь такой чернобыльский немножко опять-таки это же хэллоуин здесь может быть все что угодно то есть никакой натуральности опять-таки паучка можно сделать сделать объемным опять-таки используя джемте гель черный вот можно жидкими камнями смешать сам пастой но опять таки давайте ладно что сделаем будет липкий слой который мы с вами обязаны будем снять просто от мешаем пасту с жидкими камнями убирая линярку не буду портить то сердце становится все смешали взяли капельку и добавили паучку на спинку малыш все опять таким год все капельку добавили джемте паучок как будто бы уже ожил джемте объема в общем и и потом не снимая даже липкий слой можно просто промазать ему спинку т-классом и все и он будет у нас уже без липкости все готов так ну что мы закончили с вами данный вариант дизайна на тему хэллоуин такие у нас получились с вами не стандартные варианты придумывайте свои доставайте но адрес и которые у вас возможно лежат и вы не знаете как использовать придумывайте новые прочтения делайте свои дизайны отмечаете не в stories буду вас репостить ты и мы с вами закончили на праздник собрались все спасибо большое ну что мы с вами закончим наш мастер-класс надеюсь вам понравилась моя творческая фантазия если зашла моя интерпретация праздничного дизайна по хэллоуина выполняйте свои работы можете отмечать меня в stories я буду вас репостить мне будет безумно это приятно классных вам клиентов большого огромного творческого вдохновения и классного настроения всем пока